Всем привет! Самец пингвина со своим птенцом. В это время года самки уходят в море в поисках пропитания. Птенцы пингвинов остаются под присмотром одной из взрослых особей. У этого крошечного птенца еще не отросло водонепроницаемое оперение. Поэтому он прячется от суровых антарктических ветров в ногах у своего отца. Время от времени заботливый отец опускает голову, чтобы убедиться, что с птенцом все в порядке. В колонии, которой принадлежит этот самец пингвина и его птенец, насчитывает около 3000 таких пар. Взрослые пингвины способны узнавать своих птенцов благодаря наличию у каждой семьи птиц своего собственного уникального набора сигналов, при помощи которого они друг с другом общаются. Связь между птицами по-настоящему сильна. Птенцы постоянно находятся рядом со взрослой особой. У нее в ногах или на расстоянии нескольких десятков сантиметров. Мороз и одуванчик на севере-западе Испании. Этот товарищ в засаде – виргинский филин. Виргинские филины предпочитают охоту из засады и атакуя с воздуха. Набибийские алмазы-добычки наткнулись на обломки 500-летнего корабля в пустыне неподалеку от побережья. Португальское судно «Добрый Иисус» исчезло в 1533 году на пути в Индию. Найденное под весьма внушительным слоем песка судно покоилось на месте древней рукотворной морской лагуны. В настоящее время превратившееся в соленое озеро. В трюме были найдены золотые и серебряные монеты, а также множество слоновьев бивней. Общая стоимость товаров оценивается более чем в 13 миллионов долларов. Корабль был найден алмаз-добычкой после осушения одного из соленых озер неподалеку от берега скелетов. Время от времени в этих местах обнаруживают корабли. Но португальское грузовое судно, старейшее всех, найдено. Единственное, чей груз представляет такую ценность. В трюмах было найдено множество испанских, португальских и венецианских золотых монет, слоновой кости Западной Африки, немецкие медные слитки и оружие. В Венеции тоже бывает снегопад, но гандолы ни с чем не спутаешь. Неплохое хозяйство. Живописный вид на гору Фудзи и светущего вишневого сада. Япония. Канура для собаки. Дети на яке. Грузовичок из пластилина. Кому-то требуется отдыхать и на потолке. Гамак для кота. Торт на день рождения маленькому мусоробу. Маленький катерок. Маленький катерок. Всем привет. Много фотографий интересных. Жизнь удалась. Светильник в виде книги. В самом крупном плавательном бассейне в мире содержится приблизительно 249 тысяч кубических метров воды. Могут одновременно плавать тысячи людей. Кристальная лагуна на курорте в Чили. Даже достаточно большая для того, чтобы плавать в ней на парусной лодочке. Там даже есть свой искусственный пляж. Понаблюдать за бизонами можно в национальном парке Будда Баффала, на территории которого обитает около 10 тысяч особей. Будда весеннего храма является самой крупной статуей в мире. Ее общая высота составляет 153 метра, включая 20-ти метровый трот в виде локиса и здание высотой 25 метров. Строительство Будды весеннего храма было запланировано вскоре после того, как бомианские статуи Будды были взорваны талибами в Афганистане. Строительство статуи было полностью завершено в 2008 году. Здание парламента в Бухаресте, Румыния, должно было стать зданием политических и административных ветвей власти. На сегодняшний день оно остается самым крупным гражданским зданием с администрацией, с административной функцией. Также с самым дорогим и тяжелым административным зданием в мире. Туристы наблюдают за белыми медведями из фургона Мэн Ти Толи. Нет, это не созданные великанами вазы и кувшины, а настоящий отель, который расположен на южнокорейском острове Венгхэмдон в Желтом море. Отель состоит из шести пляжных домиков, похожих на гигантские корейские керамические изделия, как будто сошедшие со страниц какой-то древней сказки о левипутах и великанах. Такие бутылочные номера в гостинице, окруженные песчаным пляжем, обойдутся постояльцам 77 долларов за ночь. В аскетичном интерьере комнат нет ничего лишнего, номера кажутся уютными и аккуратными. Сотес моды. Крыжок в 180-килограммовый медведь во время рыбалки на лососях. Люди Урос из Перу строят свои дома в виде плавучих островов на озере Титикака. На таких островках всего живет около 2000 человек. Всем привет, немножко интересных фотографий. Маленькая панда расположилась на отдых в небольшой коробке. А есть еще гонки на страусах. Японский фотограф Ники Асай умеет увидеть красоту в том, чего большинство из нас не замечает или считает достойным внимания. К примеру, он часами наблюдает за муравьями и следующими миниатюрами это мир камней, цветов и капель росы. Причем для этого ему не нужно далеко ходить. Все свои макрошедевры он снимает в крошечном садике, разбитом на дворе его собственного дома. Мясной житель. Быстрая доставка плюшек к обеду. Макрофотографии спички в момент зажигания. Железная дорога в Чингхай, Южная Корея. Гонки на верблюдах. Киви растут вот так. Река Цяньцань в восточном Китае известна крупнейшими приливами в мире. Во время приливов бушующий поток может достигать 9 метров в высоту, а двигаться со скоростью со 100 км в час. Многие люди приходят посмотреть на это удивительное природное явление. А неудачников просто смывается с мотровой площадки. Каждый год из парков Гамбурга, Германии, лебедей перемещают в другие места, где они живут до весны. Белокрылые ребята выглядят очень спокойными, похожи на рассаду. Бесстрашные туристы могут пересечь границы из Испании в Португалии, спустившись по канату со скоростью 80 км в час. 720-метровый стальной трос, соединяющий города Сан-Лукар-де-Гладиан, Испания и Алкотин, Португалия. Высота подвеса троса около 25 метров, угол спуска 12 градусов. Канатная дорога пропускает в среднем 25 человек в час, а стоимость переправы 15 евро. Осторожный пешеход.